всем привет интересная камера видеонаблюдения с алиэкспресс специально заказываю необычные варианты людям это интересно ну и мне интересно как это будет работать камера новая ни разу я ее не тестировал и приложение также для меня новые что здесь на наклейке 9 мегапиксельный вариант питание 12 вольт вайфай камера сразу есть qr-код для установки приложения то есть не нужно тебе нигде его искать сразу навел смартфон и установил приложение с через которое у тебя будет удаленный доступ на эту камеру из любой точки мира через вайфай то есть через интернет посредством интернета работает камера также она имеет облачный сервис поддержку карт памяти движение тревожное уведомление фото управление со смартфона комплекте блок питания обычный привыкли видеть такой блок питания сколько там 12 вольт 2 ампера заявлено по сути наверное это 1 амперный блок питания разъем для подключения питания в камеру и в розетку 220 короткие кабели сама камера смотрите какой прикольный вариант так где у нее вверх где у нее низ запутался вот она 3 в 1 в маленьком корпусе без возможности регулировки боковых камер то есть это все литой корпус ничего не проворачивается установлены в нем три матрицы о 3 мегапикселя как заявлено имеются к светодиоды а также тут и инфракрасные и белые светодиоды ночной подсветки во всех трех камерах наклейки наклейка с qr кодом для установки наклейка с характеристиками также камера может работать по кабелю rj 45 разъем питания и антенна вайфай антенна сзади и динамик сзади то есть двухстороннее аудио можешь передавать какие-то голосовые фразы в камеру заглушка внизу открываем толстая силикон силикорезиновая и там слот для карты памяти и кнопка сброса как по стандарту к заводским установкам карты памяти поддерживает до 128 гигабайт ты можешь заказать карту памяти сразу у продавца например на 32 гигабайта минимум если тебе нужен или 64 или 32 или 128 по картам памяти я вам отдельно ролик сделаю потому что в каждом большом видео я обговариваю но у людей все равно возникают вопросы контактами устанавливаем к плате как обычная карта памяти устанавливается до защелкивания до фиксации утопили зафиксировали заглушка закрывается и здесь все герметично качественная все подогнано вода сюда не попадет тем более она внизу здесь карту памяти желательно изымать и устанавливать когда питание камеры выключена инструкция имеется здесь и qr коды для установки приложения hop away hop away какое-то приложение английский язык есть я думаю что инструкция маловероятно что пригодится крепежный элементы есть и еще интересный кронштейн ну вот здесь такая направляйка есть заезжает основной кронштейн камеры который не съемный на корпусе и вот так здесь под кабель кабельный канал сделан все это у нас стеновое получается вот камера смотрит вперед и по сторонам ну вот такой вот вариант установки в основном то эта камера будет устанавливаться на стену простейшее подключение камеры можешь сделать это сразу на столе перед тем как ты будешь ее выносить на улице по вай фай наверное все будут сразу ее подключать но есть возможность подключения сделать первое по вай фай потом переключить камеру на кабель просто кабель от роутера вместо установки камеры и подключил переключиться она будет работать по кабелю 12 вольт блок питания который идет в комплекте но вдруг у тебя какой-то 12 вольтовый общий блок питания камера также будет от него работать и как вариант эту камеру смотрите можно устанавливать в автомобиле в автобусе она будет захватывать очень много заявлено что угол захвата и и 250 градусов в автобусе как вариант 12 вольт питания есть у тебя 4g роутер установлен вайфай раздается в автобусе вот какого-то устройства также по вайфай ты ее подключил к роутеру и то же самое у тебя будет что и дома доступ до камеры из любой точки мира посредством интернет подключаю блок питания индикация зеленая на блоке есть щелкает и к фильтрами 3 щелчка должно быть потому что три механических и к фильтра день-ночь вот стоит о говорит говорит она из динамика есть голосовые у нее команды при подключении если вдруг таких фраз не звучит вот близ конфиг то вайфай подключитесь по вайфай там все остальное открывай пробку заглушку где карта памяти установлена и нажимай кнопку сброса к заводским установкам удержи ее больше 10 секунд камера перезагрузится сброситься к заводским установкам приложение hotway вот она желтая такое желтый верх черный низ добавить устройство жму вайфай точка доступа и устройства которые проводные даже по проводу можно подключить по кабелю подключаешь выбираешь и в домашней сети приложение находит эту камеру по проводу без проблем устройство вайфай жму и здесь есть вот . по точке доступа зайти напрямую на камеру или же сканировать qr-код давать наверно камере или удаленное связывание имеется ввиду те устройства которые уже настроили сеть у qr-коду скорее всего можно найти здесь у нас инструкция что делать восстановить заводские установки если нужно вайфай роутер находит выбирая из списка если будет несколько вайфай роутеров и вводи пароль доступа к вайфаю вайфай роутера следующий подтверждаю пароль и показываю qr-код камере согласно инструкции 15-35 сантиметров между смартфоном и камерой сигнал услышал камера считала qr-код здесь написано вы можете убрать свой мобильный телефон когда услышите звуковой сигнал от устройства или увидите как световой индикатор перестанет мигать и горе и горит постоянно у нас здесь нет светового индикатора скорее всего это в других камерах других видов под это приложение выскочила такое предупреждение соединение не успешно ошибка подключения уже пошел непосредственной близости к вайфай роутеру подключать камеру все то же самое подключение не получается что-то какой-то сбой по вайфаю подключаться не захотела нужно разбираться может она выбирает 5 гигагерц вайфай у меня роутер двух диапазон и 2 и 4 гигагерца вайфай и 5 может нужно 5 отключить чтобы она чисто на 24 садилась я точно не знаю но пока не разбираюсь потому что вот взял просто кабель подключил от роутера сказала она что подключение по кабелю открываю приложение и она уже на приложении списке устройств она уже есть в онлайне захожу на камеру связаться с устройством с индификационным номером таким-то до привязать успех еще раз подтверждаю открывается камера ну и все в общем то дальше уже можно разбираться несу ее сейчас устанавливаю на улицу подключать буду по по и при помощи поле сплиттера сама-то камера встроенный по и не имеет через по и сплиттер ее можно по 48 вольтам подключать пробую все таки и подключить по вайфай список устройства жму шестеренку здесь пролистываю ищу раздел сеть сеть жму на сеть вайфай роутер выдает выбираю вайфай роутер и опять же прописываю пароль доступа до вайфай жму окей говорит камера что подключается к вайфай и потом говорит что подключение успешно сейчас по кабелю отключаю кабель камера в онлайне вот написано отключаю кабель рот от роутера от камеры вайфай подключен сказала и что характерно значок подключение успешно добро пожаловать значок вайфай стал онлайн а вот зеленый все сразу в синий он синим цветом был сейчас зеленым камера по идее да по вайфай работает вот я ее кручу меняется картинка то есть вот подключил по кабелю потом переключил на вайфай теперь она уже возможно может работать по вайфай когда пропал кабель появился кабель к примеру никаких дополнительных тебе настроек не нужно перри настроек делать подключил кабель камера должна автоматом переключиться на кабель кабель подключен камера в онлайне секунда задержки камера в онлайне и работает по кабелю интересно что видите не со всех камер задержка одинаковая ну такая работа это вайфай камера то есть айпи камера такое допустимо камера на улице видите открывается быстро так где же здесь звук непривычное приложение так ну вам звук слышен наверно мне не слышно потому что я микрофон подключил к айфону громкость можно регулировать выключаю смотрите один негативный момент наверное основной пока это то что нет возможности регулировки камеры вот и и тупо на том кронштейне прибил к стене и все угол я вам скажу так настроен что ну вот с высоты наверно где-то метра четыре максимум она будет адекватно без всяких регулировок работать то есть ты можешь ее просто тупо на стену прикрутить не никаких не подложек может не конусных переходников использовать не надо чтобы увеличить ее наклон вниз а вот уже если выше ты ее поставишь то возможно какие-то нужно будут конусные какие-то подложки под кронштейн под углом делать чтоб она там уже от фантазия твоей от рук все можно сделать три картинки что первое видим какой-то зум имеем но цифровое приближение типа восьмикратная заявлена с потерей качества но ну вот так приблизить уже расплывчивые будут предметы но что-то там определить ты сможешь то есть такой зум имеется и это о одна камера вот я покажу пока щелкал два раза два раза по картинке вторая камера то есть отдельный просмотр на каждую камеру ты имеешь тогда то время нужно синхронизировать час дальше зайдем посмотрим это возможно третья камера также минус что но нет возможности регулировки опять же их они тупо глухо прибитые на месте качество просмотра hd full hd можно поставить скорее всего ультра hd то есть качество просмотра зум можешь не обязательно вызывать на значки а вот по экрану свайп я ну растягиваю кран и можно приближать вот так вот дальше вариант давайте по вариантам просмотра вот так можно поставить смартфон и тупо да так вот ведешь видеонаблюдение три камеры у тебя видны можешь я так понимаю также менять до двумя кликами по каждой камере меняешь просмотр это центральная камера смотрит а боковые как же боковые боковые нет получается они только две а вот центральную можно общий план открывать что-то удерживаете пишет что удерживать а вот так можно вот так можно еще просматривать появляется джойстик но управление пяти зина камера у нас не пяти зи скорее всего это есть камеры с поворот с поворотными устройствами у этого приложения какой-то прицел значок внизу между двумя камерами жму на него перемещать это камеры есть у этого приложения как я вам сказал с поворотная камера и 2 я так понял статические вот можно будет управлять вот так вот перемещать этот прицел и будет поворотная камера средняя поворачиваться туда но в нашем случае камеры не поворотные сигнал тревоги скорее всего из динамика будет звучать ссылка на сайт режим просмотра о красота вот так очень таки удобно отмечаем каждую камеру и видать что там можно также сделать будет так еще режим просмотра полные смотрели уже свет имеется ввиду ночное видение ночью посмотрим три в три ночных рожей режима обычных включением светодиодов без солнышко вверху о о но это это полезно для именно для приложения полезно регулировка именно яркости не входить в настройки смартфона вот сразу ты туда кликнул и повысил яркость контрастность то есть отлично уже вот видите совсем по-другому смотрится запись тф карты внизу заходим на карту памяти и уже обнаружена куча движений со звуком звук я не слышу напишите в комментариях как вам звук выключаю звук смотрим что тут обнаружено кликаем перебрасывает на ролик который выбрал ты по времени объем записи ролика все записано тут же ты можешь скачать пошла скачка в папку смартфон в папку приложение потом в папку смартфона можешь забрать видео с шариковая камера то есть с одной видно стой и тут со всех камер видео одновременный просмотр может быть или с двух боковых от тут две боковые ну вот такой вот вариант интересное приложение с возможностями с различными также можешь взять этот ролик с двух камер боковых записанной и также загрузить его потом забрать и тут же поделиться в соцсетях фото видео кому хочешь здесь вот можно все режим просмотра для для настроек лучше такой поворот значки быстрые поворот а перекинуть перевернуть боковые почему-то только но я думаю кверх ногами эту камеру никто не будет вешать поэтому удерживайте чтобы говорить микрофон вот значок в динамик будешь передавать голос включить выключить звук здесь выстрел какой-то скриншот а скриншот сохранил связанная калибровка автоматическая калибровка но это опять же при поворотной камере скорее всего пошла какая-то калибровка не знаю что она там калиброваться может если если камеры не поворотные и всего так для галочки что-то сделалось и все так full hd качество увеличиваю клуб улучшается просмотра понятно далее значки зоны активности можем настраивать зоны активности переключатель правый мех то есть на каждую камеру ты можешь настроить зону сработки по тревоге выйдя в список устройств можем нажать на шестеренку облака также поделиться устройством также кажется там или пять человек одновременно могут просматривать интеллектуальные настройки мобильное отслеживание устройства автоматически следует а но это опять же камера должна быть поворотная скорее всего ездишь такие у них и что здесь ассоциация ротора покрытие будет автоматически ну то есть и калибровка скорее всего с двумя не поворотными камерами параметры окружения обнаружение фигуры человека рамка распознавания поставим шарового аппарата имеется ввиду поворотная конфигурация оружия имеется ввиду камер боковых не не поворотных то есть видите у них есть такая камера которая посредине поворотная как обычно а боковые не поворотные и их можно отдельно настраивать каждую ну то есть боковые отдельно а поворотную отдельно от боковых чувствительность средний мобильное отслеживание уберем остается просто по настройкам по определению человека и рамку ставить по человеку и также тревога тебе будет приходить сигнал тревоги это звучание тревоги из динамика изготовленный на заказ может свой свою фразу записать и будет звучать также настройки карты форматирование определенная карта нормальный оставшаяся емкость качество видео которое писать на карту памяти давайте full hd поставим можно выбирать хорошая или средняя запись голоса писать 24 часа подряд или же тебе вот там почасово нужно писать ставишь изготовленный на заказ кто изготовленный на заказ а скорее всего задать вот именно по какому периоду писать сеть понятно громкость динамика понятно стопроцентная стоит язык понятно время вот синхронизация время и даты сделал пароль айпи адрес версия прошивки перезапустить устройство существенная версия текущая версия развязывать удалить устройство из аккаунта ночная картинка с камеры ну уровень бюджетной камеры ничего необычного нету и никаких проблем нету объективы нормальная засветок нету засветок от и к светодиодов нету верхняя правая камера то есть боковая правая получилось что видите адекватно уходит то есть предметы перед ней мешают но у меня другого места нету и она не засвечена экспозиция так отработала что она адекватно показывает фокусировалась на этих предметах которые перед ней она освещена вот столб здесь и адекватная с нее картинка то есть предметы перед камерой понятно не должны быть днем она еще их как-то обходит а ночью она фокусируется на них такая проблема левая камера также нормально предметы которые в ее видение и на них светят также и к светодиоды но она их то есть не отражает адекватная экспозиция отработала все здесь отлично ну и основная передняя также нормально работает проблем нету что интересует ниже ниже значки все и ночные режимы так а тут она у нас в такой формат перебрасывает полноцветный режим верху сохранить не забываем жать выбрасывает назад переходят камеры включают белые светодиоды более четкая картинка на боковых камерах прямо очень четкая такая на передней камере как-то туман но опять же это темно и это ночной режим в цвете особо там далеко не рассмотришь ничего но это цветной режим с задействованием белых светодиодов белые белый свет такой чисто белый яркий свет такие три прожектора у тебя получаются светят по сторонам освещают также неплохую территорию далее вызываем опять свет интеллектуальное ночное видение по имеется ввиду по людям поставили мы людей людей она кстати выделяет и также будет срабатывать ночью если ты поставишь вот в этом режиме и сохранишь какие-то меры предусторожности плотной окклюзии или слишком открыто ваш что-то правильное найти моменты по установке вот вам ну чтоб не было но вот кстати да видите внизу ночью предмет если перед камера есть вот так она и будет показывать в моем случае именно вот эти ошибки которые внизу прописаны автоматическое ночное видение это будет она но ночью переходить в черно-белый ночной режим а днем в цветной как обычно вот она сейчас переходит и видите что человека отслеживает запись смотрите пошла на эту камеру прописан значок запись чувствительность по определению силуэта человека на большое расстояние ну там уже скрылся и интересно смотрите видите что происходит запись на этой камере было пока он шел внизу на боковой потом на этой запись то есть на какая камера определяется я так понимаю стой картинка и пишется на какой определился человек прикольно понятно что нужно еще разбираться и разбираться в этом приложении приложение неплохое кстати для меня новинка и я так понимаю что несколько видов камеры есть с этим приложением главное что аналитика работает по человеку по человеку пишет но и наверное запись на карту зайти вот внизу запись тф карты сразу открывается последний тревожный ролик вот где шел человек дальше вот как раз переключение шло и две боковые также писали по этому человеку и вон тот человек как раз который вызвал тревогу красная вот видите полоска идет это именно тревожный момент смотришь здесь что есть что тебе нужно выбираешь 1751 ну классная дневная картинка классная хорошая и смотрите там он человека возле магазина даже на большом на огромном расстоянии чувствительность по людям на огромном хорошем расстоянии вот опять по людям опять по людям но кстати она нет не считается дальнобойной поэтому как бы рассчитывать на то что хорошее разрешение будет также не стоит это не дальнобойный вариант здесь нету зума дальнего чтоб там приблизить что-то потом рассмотреть поэтому то такая камера вот общего плана вполне таких двух мегапикселей разрешения хватает шариковая имеется в виду передняя которая по по сути должна быть поворотной смотрите он тоже человек идет даже с предзаписью ролики сохраняются с несколько секундной при записью ролик сохранился человек еще не вышел а запись уже так можно вот так протаскивать и смотреть начало да смотрите я смотрю откуда он пойдет откуда человек пойдет а человек пошел уже слева и предзапись есть несколько секунд предзапись есть но все адекватно в общем то такая камера все таки как-то как-то приятно вот смотрите нету 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 по времени и потом раз и человек то есть лишнего она не пишет вот опять человек это радует именно радует аналитика я не думал что такая камера такое приятное ну отлично камеру данную продаю тебе в украине по цене алиэкспресс показал как работает рассказал дальше может какие-то моменты будут уже в чат в телеграме будешь делиться с нами по этой камере приобретешь ее у меня будешь также делиться с нами писать как она тебе работает отзывы телеграм чат телеграм мой канал ссылка в описании в закрепленном комментарии заходи общаемся там вместе и я с тобой в личку свяжусь нужно тебе эта камера заберешь у меня ее по цене алиэкспресс подписывайтесь на youtube канал потому что в дороге еще много чего интересного всем удачи до следующих видео